В шестой класс пришла новенькая. Так и познакомились Виктория и Вячеслав. Отличницы и хулиганы. Классическая история началась в школе, продолжилась в университете. Он ушел учиться в Рязанское училище ВДВ, я поступила в Уфимский университет. И наша дружба продолжилась в переписке. Это уже была не очень дружба, мы уже стали встречаться. Пять лет в переписке, сейчас у меня коробки писем. Предложение руки и сердца девушка тоже получила в письме. С тех пор они не расставались. В прошлом году отметили 20-ю годовщину свадьбы. О том, что Вячеслав отправился на СВО, Виктория узнала не сразу. Мужчина был волонтером, поэтому часто отлучался из дома. Впоследствии выяснилось, пошел на фронт добровольцем. Он посчитал невозможным для себя оставаться и он ушел. При этом меня он убеждал, что с ним все будет хорошо, потому что он будет сидеть в штабе, пальчиком по карте руководить. И, собственно, ничего с ним случиться не может. Как выяснилось потом, он везде был впереди. Но, в принципе, я в этом не сомневалась. В 78-ю годовщину победы, несмотря на непростые фронтовые условия, отметили, как полагается. С песнями военных лет вспоминает сослуживец Вячеслава. И, кажется, уже тогда у гвардии подполковника было предчувствие. Слава там что-то сказал, что такое ощущение, как будто время сместилось, как будто это нам тоже так же поют. Я говорю, Слав, ну, нам тоже будет потом петь вот такие песни. Это было накануне 9 мая, 6 или 7 числа прошлого года. Выполнял самые сложные задания. Всегда в первых рядах. В тот роковой день как раз отправился на одно из таких. По пути попали под артиллерийский обстрел. Слава погиб. Водитель его контузила. Вот. Он был настоящий русский офицер. Мы всегда будем помнить Вячеслава Апольского. И пусть эта мемориальная доска увековечит его славу. Герои навсегда останутся в наших сердцах. Вечная память. Мемориальная доска, посвященная Вячеславу Апольскому, установлена на фасаде его дома. Символична не только дата. 9 мая. Символично, что доска на этом месте, что он смотрит на пруд и находится среди своих сосен. За отвагу и героизм гвардии подполковника Апольский награжден медалью за боевое отличие, а также ордена мужества посмертно. Мемориальная доска должна стать для каждого напоминанием. Настоящие герои среди нас. Карина Хиряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Олег, вот.